В 25 лет основной задачей в постели является не кончить раньше время. Входы будут разные способы. Размышления о завтрашнем рабочем дне, версии причин неисправности стартера, воспоминания о том, как сломал ногу, прыгая, с гаражей набитый кирпич. В 6 утра соседи стучат тяжелыми предметами в пол, вызывая к совести, но вас так просто с толку не собьешь. Вы уже сделали это во всех местах своей съемной квартиры, включая балкон, а сгорнили родительскую кровать, причем здесь съемная квартира. Но это символическая акция прямиком из мира животных. И помните менструальный цикл своей подруги наизусть как Лермонтовское бородино. Вы узнаете тела друг друга с закрытыми глазами и способны кончить даже после 400 граммов водки в холодном дачном доме, посрамив породистых комаров, которые бешено жалят вас в зад, пытаясь бить с видна. Финальные главы «Сталет одиночества», где Амаранта Урсула рисует члену Уреля на усы, а он смазывает ей грудь, как ватрушку яичных белков, очень удачно этот период иллюстрирует. Новизна сладкого занятия такова, что оно не надоедает в течение года, а то и двух. Никогда более не будет такой остроты сексуальных ощущений и блеска собственного бессмертия, смешанного с наивной порочностью. Сам себе кажешься законченным развратчиком, будучи всего лишь обладателем почетной грамоты, участнику соревнований. В 40 лет задача становится ровно противоположной. С юношеской поры в голове у меня застряла следующая максима, авторство которой установить не боюсь. Долг каждого настоящего мужчины – дождаться, пока его женщина уснет после акта любви. Какой нелепицей это все оборачивается. Долгом настоящего мужчины зрелого возраста становится не дать партнёше заснуть до того, как он кончен. Потому что неделю у него выдалась тяжёлой, на работе идиоты, а на дорогах нервные подонки. И тут уж у каждого свои способы воображения в помощь. Герой аниме – Джастин Тимберлэк. Да что угодно. Анекдоты на эту тему вы и без меня знаете. Мой любимый греховодник Даг Стэнхоуп сказал как-то, что нам нужно, так это новое отверстие, старых уже недостаточно. Как это верно. Арсенал средств не сказать, что слишком уж богат. Сперва совместный просмотр порнофильмов, потом картины собственного производства, потом секс-игрушки, иногда вещества. Меховые наручники, однажды задействованные, с ходом времени непременно разовьются во что-то большее, вроде стропонов и плеток. Ну а в самых ярких случаях, в это гарниру начинают бросать и других людей. Это, на мой взгляд, высший пилотаж, поскольку границы моей внутренней свободы так далеко не простираются. Не представляю, как партнеры договариваются друг с другом насчет свингерских сеансов. Ну договариваются же. Брак, конечно, явление грандиозное и таинственное настолько, что множество писателей и режиссеров построили на нем целые карьеры, так и не исчерпав темы. Соминается дурочка Тоси из советской комедии «Девчата». Помните, в финале она отказалась повторно целоваться со своим возлюбленным бригадиром? Мол, сегодня все переделаем, а на потом ничего не останется. При всем идиотизме этой идеи в ней содержится рациональное зерно. И смысл слов, сказанных героиней Надежды Румянцевой, понимаешь только в длительных отношениях. Расходуйте афродизиаки с умом. Каждый из способов обострить сексуальную жизнь надо использовать до отказа, выжимать до последнего и только затем переходить на следующий уровень. Жить – штука длинная. Впрочем, патент на Виагру истекает в 2017 году, так что волноваться не о чем. Времена нынче нервные. Если бы больше людей могли позволить себе решать свои проблемы в постели, мы бы жили куда спокойнее и гармоничнее. В спальнях должна царить такая свобода, чтобы слесарь автосервиса мог безнаказанно трахнуть половину героев Game of Thrones. Возможно, даже при помощи некоторых из своих инструментов. Не забывайте об этом огромном послаблении, которое для нас выбили наши предки. Еще не так давно людям позволялось пердолить друг друга только в определенной церковью календарной промежутке в остальной живуте. Сейчас дубль. Сейчас будет дубль. Помолчи. Нам ладно, нам ладно. В спальне должна царить такая свобода, чтобы слесарь автосервиса мог безнаказанно трахнуть половину героев Game of Thrones. Правильно я сказал, да? Изумительно. Возможно, даже при помощи некоторых из своих инструментов. Не забывайте об этом огромном послаблении, которое для нас выбили наши предки. Еще не так давно людям позволялось... Позволялось. Позволялось пердолить друг друга только в опыте. Что ты битву двух якатзун тут устраиваешь? Да, там дальше... Так. Тихо. Это финал. Это последние два предложения. Собрались. Еще не так давно людям позволялось пердолить друг друга только... Я полагаю, чем дальше... Так, положи поросенка на голову. Соберись. Я-то... Я-то... Если ты не можешь смеяться, я не можешь смеяться. Ладно. Хорошо. Ну, постарайся. Еще не так давно людям... Я же говорю... Я-то... Пропусти это. Пердолить нет. Это ключевое слово в материале. Еще не так давно людям позвол... Еще не так давно людям позволялось пердолить друг друга только в определенной церковью календарные промежутки. В остальном же время они утешались тем, что рвали друг друга лошадьми и сажали на кол. Утешались тем, что рвали друг друга...